Всем доброго времени суток, с вами Артём и это вторая серия прохождения Наполеон Тотл Вол за Наполеоновскую Францию. Так, что у нас? У нас в Страсбурге мы готовим армию для вторжения в Тироль, австрийский. По пушкам у нас я здесь не вижу гаубицы, можем ли мы... Ага, 6-фунтовые, 6-дюймовые гаубицы. Давайте парочку мы наймём. Также в Реймсе у нас рекрутируются Уланы. Уланы, 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 Уланы. Давайте ещё первый Кирасирский полк в Париже. В Париже. В Париже нам тоже надо формировать, держать, по крайней мере, отряды для того, чтобы если в случае высадки в Армандию британцев или в Бельгию или в Бреттань, мы смогли как-то им противостоять, потому что мы разбили всё-таки эскадру Нельсона. Но помимо этого у британцев ещё там полно всяких эскадр. Так, стройка. Пункт снабжения в Эквитании. Нет, мне пункт в Эквитании не надо. Мне лучше здесь рынок построить. А вот пункт снабжения я, пожалуй, построю в Ганновере. Ганновер — это хороший будет плацдарм для войны с Пруссией. Так, давайте-ка здесь гусары и лених фузильёров. Наймём. Так, также спасибо, кстати, за подсказку. Подписчики, вы же глазастями. Я здесь вот нанимаю ломбардовца за Альпийский легион, но у него всего 60 бойцов. Это такой, как вам сказать, сапёрный отряд, поэтому мы их не будем пока нанимать, а лучше наймём вот революционные пехоты Мадены. Ну и всё, конец хода. Ну вот, как я и говорил, британские корабли вовсю контролирует Ла-Манш. У них ещё очень много там лениных кораблей осталось. Нельсон — это была лишь одна из эскадр Великобритании. И нам надо будет сейчас в порты кинуть пехоту, чтобы они не могли кораблями их атаковать. Иначе у меня вся торговля встанет. Так, Баварий-Саксония что-то там между собой не поделили. Так, что это у нас тут? Вильнёв, Брис, плюс 50%. Так, Вильнёв у нас возвращается назад в Прованс для того, чтобы сделать ремонт кораблей. Здесь мы, кстати, строим для него доки. Так, здесь у нас будет налоговая инспекция. Так. Вот сюда. А, у нас в Брюсселе-то никого нет, кстати. Дороги. Дороги, дороги, дороги. Дороги, дороги, дороги. Брюссель. Так. 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 И так, хорош. Ну и деньги кончились. Больше бы физически не мог манять. Так, здесь у нас, значит, рекрутируются две шестидюймовые гаубицы. Здесь у нас мы ждём кавалерию. Конец хода. Хорошо, что бритянцы не атакуют мои порты. Ходят тут. Но я видел, что одна из эскадр пошла к берегам Португалии. Это значит, что она хочет в Средиземное море или просто идёт защищать свои торговые точки на юге. Турки бегают, носятся по одному отряду. Испанцы тоже вовсю передвигаются. Жизнь кипит в Европе. Так, значит, в первую очередь в Брюсселе я ещё, пожалуй, добавлю вот этот французский национальный гвардии для того, чтобы кинуть её в Гавань, в Париже. В Париже давайте наймём конные гренадеры императорской гвардии. Уваны. Гаубицу. Так, а 12-ти фунтовой пушки у меня здесь нет? Нету. Давайте-ка мы здесь построим большой арсенал. Так, Вильнёв попал в шторм. Блин. Ну ладно, на следующий ход тогда он у нас попадёт в Турин. Ой, в Тулон. Так, Ганновер, Ганновер. Так, что у нас здесь? Здесь у нас это всё идёт массены. Это всё идёт массены. И продолжаем здесь рекрутировать. Давайте здесь построим железный рудник. А, Страсбург. Страсбург мы тоже не можем 12-ти фунтовой пушки. А, можем. 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 Это всё в Париж кидать. В Париже мы, в принципе, построим большой арсенал и тоже сможем 12-ти фунтовой пушки. Так, Ганновер. Ганновер, кстати, Ганновер. Вот так вот. Не надо про него забывать. Потому что Пруссия может в любой момент на него напасть. О, у нас тут, смотрю, в Тироле полки австрийские. Ух ты, две эскадры англичан. Две эскадры англичан у берегов Португалии. Одна ещё эскадра тут в Ла-Манше. Чё-то мне это не нравится, то, что они ушли из Ла-Манше, все три эскадры, и движутся на юг. Они хотят отомстить. Ух ты, русский корпус пришёл. Так, баварцы. Баварцы разбили Кутузова. Молодцы. Вот это союзнички. Вот это я понимаю. Красавцы. Баварцы разбили Кутузова. Это означает, что может сейчас на Тироль кинуться. Или кавалерию ждать. Так, а у нас, между прочим, уже весна, да? Уже скоро лето будет. Нам надо успеть до осени занять Тироль. Уже конец марта. Так, Вильнёв, Вильнёв, Вильнёв. Так, Вильнёв идёт в Тулон. Ремонт нам встанет в 5000. Да, к сожалению, нам денег не хватает. Подковать за слотаринки. Так, давайте-ка мы... Так, так, так. Ну да. Так, кавалерия нас догонит, я думаю. Мы давайте здесь оставим кого-нибудь одного. Давайте оставим здесь Даву для прикрытия. И мы выдвигаемся через Баден-Вюртемберг по Варю на Тироль. Так, что у нас, кстати, здесь? Давайте шпиона пошлём. Ну, у них, да, у них чисто гарнизон и ерундовые ландверы. Так, здесь мы ждём рекрутинг. Здесь тоже ждём рекрутинг. Давайте здесь наймём тоже Улан. Хотя бы здесь шестифунтовые пушки. В столице рекрутинг идёт. В Реймсе. В Реймсе мы нанимаем Керасир, Драгунский полк. Давайте, 28-й Драгунский полк. Так, и здесь мы, во-первых, закладываем казармы и... А, сразу денег не хватает. Так, ладно. Здесь у нас основная армия ушла. Собираем новое. Давайте начнём с линейных фузелеров. Так, австрийцы что-то там бегут из Тироля, я смотрю. Они наоборот должны полки как бы на помощь вести. Но там я видел, что наоборот убегали из Инсбурга. Пруссаки. с Пруссакой мы пока не воюем пока. Я по-прежнему видел то, что британцы дальше шли на юг. То есть, они проплыли всю Португалию. Скорее всего, они пройдут Кибралтар и войдут в Средиземное море. Мне тут, конечно, не хотелось бы. Блин, а линейных кораблей у нас нету, да? Только те, которые мы захватили. У британцев там по-любому одни линейные корабли. Молодычица морей все-таки. Так, мне сейчас надо шесть тысяч по-любому построить сухой док, иначе мы линейные корабли не можем делать. У меня сухих доков нигде. А в Бресте у меня. Ну-ка. Что-то я забыл про Брест-то. Так, бумажная ассигнация мы изучили и у нас прививки поставили. Степень довольства, благосостояние. Давайте прививки изучать. Давайте изучать прививки. Так, у нас здесь док, но сухой док. Здесь сухой док. Но обычный док нам только фрегаты дают строить. Так, квитания. Давай-ка винодельческие фермы мы построим. Зараза. Сухой док, я хочу денег сохранить на сухой док. Так, у нас что? У нас сколько здесь места? Два. Два места. Давай вот так. А, ты все равно не догоняешь. Ну, вдогонку посылай. тогда гусары сюда. Так, здесь разбили русских. Давайте посмотрим, что тут дальше на востоке. Австрияк пока не видно. Так, Венеция. Гринагера в дороге седземноморского региона. Давайте наймем. Тиральены, моденские стрелки наймем. Пять ходов будут строиться. Нифига себе. Так, ну, Наполеон, надо так, чтобы тебя кавалерия догнала. Давай где-нибудь вот здесь вот встанем на полпути. Иначе они догонят. Так, Страсбург. Страсбург. Восьми фунтовки. Давайте наймем восьми фунтовки. Так, тут у нас национальная гвардия идет сюда на защиту порта. Торговый порт, он важный. Так, мы здесь рекрутируем. В Париже в принципе все рекрутируем. Здесь у нас тоже все рекрутируется. Тогда получается, что ты у нас отремонтировался, да? Ты у нас отремонтировался. Ну, давайте пойдем навстречу англичанам. Сначала к Балиарским островам, потом опять к Гибралтару. Посмотрим, что там испанцы делают. И все-таки нам надо на следующих он восемь ходов будет строиться, шесть тысяч найти и... Так, кстати, Италия, союзник. на держи три технологии за две тысячи. Нет. Ну да, больше надеюсь, он больше не даст, что у него там Италия, доход-то нет. Так, отлично, Италии продали. Кто у нас еще союзник? Бавария, да? Нет. Че, у нас только Италия, да? Так, а из второстепенных держав. Так, Баден-Вюртемберг. Баден-Вюртемберг. Давай за тысячу. Хорош. Так, симпатии у нас еще у Швейцарии. У них нечего, им нечего продавать. Так, Батарская Республика. Во. Три технологии за две тысячи. О, хорош. Все. Так, попродавали нашим друзьям в кавычках денежки. Ой, технологии, получили денежки и на эти денежки мы построили сухой док. Все, конец. Так, австрияки. И тут австрияки, ага, и тут везде не австрияки, но они тут разрозненные. Ага, у них в Винсбург я смотрю, генерал пришел. Звездочки появились над городом. Ну, вот сейчас мы с ним и сразимся. Посмотрим, что там за австрийский генерал и какая у нее армия. Так, а турки с русскими-то воюют, не воюют, я что-то уже и не помню. По-моему, нет. Они еще не начали войну, война у них, по-моему, в шестом, что ли, начнется или в седьмом, я не помню. Такс, 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 так, что у нас там? Так, чиновник, чиновник, Вильнев опять попал в шторм. Это плохо. Это плохо, потому что он у нас уже сейчас гибралтару скоро. нам не хватает. Давайте вот здесь вот станем, пограбим. Так, здесь, кстати, вот точку можно, в принципе, пока построить и торговые суда. Так, брик, шлюп, брик. Ага, тут и нету. Во. коммерсант и маркетант. Чем они отличаются? Чем они не отличаются? Давайте такой, такой. Кто у нас тут? Так, у нас тут не вижу кто, не вижу кто, но тут у него одни ландверы. Это какой-то начальник ополчения, что ли, австрийского. Короче, Наполеоном мы его. Нам тогда не хватит. Ой, ладно, без кавалерии. Кавалерия потом в Исбурге догонит. Так, что у нас тут? Ага, у нас тут Шварценберг. Вот там Карл Филипп Шварценберг, который был командующим во время похода после Отечественной войны 18-го года, но потом, правда, от него избавились. Но посмотрите, у него одни ландверы. У него одни ландверы, городское ополчение сраное, а у нас есть пушки, кавалерия и, короче, господи, что тут легкий бой будет. Это будет легкий бой. Плюс у него вообще нет артиллерии, вообще нет кавалерии. Нету нам только на руку. Так, ну чё, противник, кавалерии у тебя нету, опасаться какого-то какой-то прорыва с твоей стороны нету, артиллерии у тебя нету, у тебя вот в основном, я смотрю, группы сформированы вот здесь, вот по флангам. Значит, что мы делаем? Мы в атаке, да? значится. Двенашки, двенашки, четверки, четверки, восьмерка. Так, восьмерка сюда. Узелеры. Двенашки вот здесь неудобно. Ну ладно, вот здесь будет двенашки стоять. Вот здесь вот двенашки, которые будут бить сюда. Так, другую колонну, наш кавалерия. Это кто у нас? Мурат. Так, значит, Мурат, где он у нас? Миральский штаб. Так, это Ней. Мурат будет у нас здесь, на этом фланге. Наполеон у нас, значит, центр. А маршал Ней. у нас будет на этом фланге. Так, восьмерка. Сюда. Эскадрон. Сюда. Вальтиежеры, кстати. Застрельщики. Так. эскадрон. Эти, вальтиежеры, нет этих, мы вот так пошлем. Хотя, далеко я их тут сделал, давайте они вот тут будут. вот так компактнее. Так, в центре наши двенашки. Здесь вот, здесь вот этот вот подъем. Ну, ладно, мы тогда пушки здесь на конной тяге оставим и поднимем их на этот холм. Так, гренадеры. гренадеры так, гренадеры так, гренадеры. Вот так. гренадеры. Грендерский полк императорской гвардии, мы особо, пока он у нас вот здесь вот около Наполеона постоит, гвардию мы всегда успеем пустить в бой. Так, что у нас остались? Четверки. Восьмерки подальше. Четверки. Четверки, они в принципе, я думаю, достанут. И нехорошо картечью сблизи стрелять по кавалерии. Так, ладно, пока отключим выстрел, они свои заделут. Так, это просто с гренадеры. Но это у нас вперед пойдет, это у нас центр пойдет. Так, центр у нас значится. Так. А еще у нас восьмерки есть, да? Давайте вот здесь. Шестерки. А, это у нас галбица. Так, галбица. Одни на фланге. А у нас только одна галбица, да, вторую мы не дождались. Так, что у нас осталось? Каравинерский полк у нас останется здесь. А драгуны у нас пойдут центр поддерживать. Ну и все. Сейчас главное все отдать приказы. Значит, начинаем сражение. Вперед. 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 че вы вперед-то не идете. А, все, я понял. На фланге генерал поддержку ведет. так, артиллерия. Все, она тут сама разберется. Так, этим дали приказ, этим дали. Так, эти пушки у нас идут сюда. Центр ждет эти. наступаем по центру. Кавалерия сюда. Здесь идем на этот фланг. Поддержка вальтижерами. кирасиры сюда. Маршал в поддержку. Ну, вроде все, всем отдал. Все, вперед. Че вы бегом бежите. Так, ну все, эти тоже могут открыть огонь по противнику. Теперь, главное, не пора срать моменты. Так, драгуны стоп, ждем пехоту. кавалерия пошла. Здесь выходим сюда. центр наступаем. Че у нас здесь, на этом фланге. Отлично. Замыкаем здесь. Так. Здесь стоп. Эскадрон в атаку. Где дальше бегут-то? Так, ну что, по центру жмут. Давайте вот этот вот у нас пойдет сюда. Вперед. Так, че у нас тут кавалерия? Я же тебе приказ давал. Нормально все у нас генералы. Вперед. Вперед. Да где бегут-то, я не понимаю, все нормально, везде наступление ведем. Ну? Это враг бежит. Еще гранаты кинем. штыки. Так. Где бежим? А, вот бежим. Сюда. Так, пультижеры замыкаем здесь в атаку. Кавалерия сюда. центр. У нас только на центр враги шли. в атаку. Такие. Так, маршал сюда. Месье, эти бойцы слишком устали. Им необходимо передохнуть. Так, здесь стреляем. и штыки. Ландлеры, мы должны штыковые брать. В легкую. Месье, эти бойцы слишком устали. так, здесь враг отступает. Вперед. Вперед. Так, здесь кидаем сюда. Так, кавалерия. Кавалерия аккуратненько, чтобы не бороться на их шипы. Так, здесь у нас перед дислокацией в центр идет отряд. Так, а здесь наступаем, помогаем своим. Так, тирасируем атаку. Вальтижеры у нас сюда перемещаются. И у нас маршал. Маршал его и дух поднимает, все дела. Так, что у нас здесь? Враг. Огонь. там у нас уже голубицы во все. штуки. Штуки. Здесь сюда. А где у меня на одном фланге кавалерии-то? Ну ладно, здесь артиллерия хорошо у нас отсыпает по врагам. В принципе, все отлично. Так, здесь у нас уже идет перемещение. Начинаем перестрелку. Так, вот эта артиллерия, пожалуй, берит, начинает сюда. где у нас тут артиллерия? Наши люди бегут, месье! Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Прорвали. Прорвали. Так, она здесь кавалерия. сейчас кавалерии зажмут наши люди бегут везде так у нас все у нас на этом фланге все отлично всем полностью у нас вот здесь прорвали штыковую вперед на этот фланг переходим настолько здесь остались противники не назвали штуковую порвали так давай-ка это останови бегущих его и дух а только вот здесь оставить противники как партижеры бегом киросиры атаку здесь тоже сюда вот уже где враг найти как артечь так и галобицы 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 надо привести сюда да наши люди бегут здесь жопа я смотрю как давайте-ка такой вражеский генеральский штаб так ну чё картечь-то будет сегодня нет у нас не стреляют и генерал убит теперь они так шварценберг убит валерий нет валерий плохо пользовался а все все отступают все отступают да в центре у нас тут чё-то как-то я мне на одном фланге было слишком много войск на моем правом фланге мне на там мечта у нас галобицы же были мне надо было лучше в центре центру у нас потери 1000 у них потери четыре с половиной тысячи округлить плюс шварценберга так оккупируем инсбург тироль так ты нас догонишь почти да как ты чё-то я кавалерий чё-то у меня на правом фланге мне куда-то кирасиры то делись я так и не понял так чё у нас до потери серьезные так это кто шевалежеры давай-ка у нас мюрат вместе с кавалерией и гренадерами разбейка их тут а у нас подкрепление так мюрат возвращается чё у нас здесь начаться за здание магистрат нет мне не нужен здесь магистрат мне здесь нужна нужны казармы так но в особенность поход так поход 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 а теперь ты машина тебе надо выдвигаться уже в сторону венеции потихонечку так а что у нас здесь а здесь мы все сходили так ну что я вас поздравляю тироль наш я смотрю здесь австрияки ну это все ерунда ага вот где основные а то и вот где они собираются так вот где они собираются они здесь без генерала собираются шварценберг убит еще не знаю что там у них в венеции так шесть тысяч денег так здесь нам надо промышленный порт расширить и собственно говоря здесь оружейную все так здесь у нас даву собирает новую армию будет потихонечку собирать здесь мы значит пока сидим пополняемся отдыхаем а массы ну сейчас значит укрепляем и у нас продолжает идти а у нас еще здесь отряды так ну ладненько конец хода еще не знаю что у богемии у австрияков у них по любому в богемии корпус так ну тут они понятно они ушли туда к своей вене своей столице у них полевому корпус богемии корпус морали есть это даже думать нечего вот в венеции есть у них корпус генералом или нет так англичане что вот задумали англичане пока не пойму чего у меня больше у меня больше пугают пруссаки потому что если пруссаки начнут активно атаковать объявят войну они просто сметут у меня ганновер и даже не поперхнуться в ганновер у нас бернадот сидит надо его как тоже усиливать сейчас сейчас у меня уже строительство такое активное не будет деньги деньги на строительство тратится особо не будут потому что у нас тут то шесть тысяч улетало то пять тысяч то четыре тысяч только на строительство сейчас надо будет на армию пустить а скоро корабли строить ой там восемь ходов будет строить сухой дуб на нужны ли они и корабли иначе мы не сможем противостоять англии вы видите сколько у них эскадр 4 эскадра еще помимо нельсона нельсоновской тоже уже все на дне может испанцам какие технологии продать у нас что там кстати прививки сейчас до изучается не по одному отряду ходит так долго или ели так ну вот время во франции так ну вот его либо сюда пустить либо у нас сейчас еще вот здесь а мы здесь можем принципе так у нас два еще университет еще в тренда мы захватили еще мы захватили в тренда но нужен ли мне здесь университет даже не знаю все так еще два места свободных ну тут пока ирон гусар правда можно нанять да давайте наймем гусар так 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 здесь еще ждем два отряда ой три хода так долго да все три хода все по три хода так ладненько 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 ганновер склад снабжения пока не буду строить так нужен ли мне здесь колледж так ладно я подумаю насчет колледжа а на сегодня пожалуй все да вторая серия завершается всем спасибо за просмотры всем спасибо за комментарии всем удачи всем пока